Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Приветствую всех. Здравствуйте, я сядю Макарий. Что скажете, хорошего. Вот читаю новость, что Минпросвещение направит в регионы рекомендации по борьбе с детской агрессией. Ну, наверное, надо. Почему бы не бороться с агрессией? Да, разработали специальные рекомендации, которые будут направлены в регионы. Вот хотела бы задать вам вопрос. Почему сегодня вырос уровень детской агрессии? Почему вот на это обращают внимание и даже разрабатывают целые рекомендации? Вы знаете, вопрос законный, но тут надо разделять реальный уровень агрессии и внимание к нему, реакции на события такого рода. Ну да, действительно, мы видим у него случай просто убийства школьниками своих свестников и окружающих взрослых людей. Мы видели эти примеры. Да, это стало происходить. В прошлом, в советские времена, люди говорят, ничего такого не происходило. А уверены ли вы, дорогие зрители, что не происходило в условиях тщательного контроля за распространением информации? В советское время было гораздо проще что-то такое удержать под кроватью любую словредную новость и задолбать, так сказать, человеческое внимание историями про увеличение урожая кукурузы, что и происходило регулярно. Я вспоминаю свои школьные горы. Боже мой, драка на драке, мордобой на мордобое. Да, истории были всякие неприятности. И вот наш, слава богу, живой, он же очень пожилой директор нашей школы Владимир Федорович Овчинников, он просто лично ходил защищать школьников от местных хулиганов или как-то их там разнимал. Это известная история. Но особо-то это, конечно, неприятно было всем, досадно, но ни у кого, никакого мандража это не вызывало, никакой паники не было. Может быть тогда все-таки были цели драк разные, одно дело... Цель драку всегда будет цель. Нет, ну, понимаете, дело в том, что можно пойти в драку для того, чтобы вот как сейчас, например, модно делать, да, чтобы там где-то за гаражами поснимать на видеотелефон, показать, какой я крутой и конкретно унизить человека. А еще, ну, что, ну, у него единственная цель для драки... А другое дело, когда, извини, меня тебя обидели, ты в ответ, ты в ответ тоже. Ну, короче говоря... Сейчас-то вот именно модно, почему вот агрессия, вот это и говорят агрессия, потому что реально люди просто, дети, маленькие дети, маленькие люди, они просто идут, снимают это все, они с такой жестокостью сбивают друг друга. Ну, вы думаете, раньше без жестокости все сбивали? И это все, и они ведь выбирают кого, слабого человека. А раньше сильных выбирали, да? Чтоб на парус и на кулак? Мне кажется, раньше все-таки более как-то равные были. Ну, это какой-то, знаете, такой романтика очень странная. Безобразие на безобразие. Драка на всегда драка. Мерзость на всегда мерзость. А есть факторы, вот в том, что вы говорили, есть два фактора, которые надо учитывать. Это два фактора современности. Один факт – это воздействие информационной среды, так называемых игр, так называемых, и в публикации в социальных сетях, которые в большую часть просто оплачиваются нашими противниками идеологическими для того, чтобы внести разлад в наше общество. Это все известно. Что касается самоубийств или, наоборот, агрессии, взводейства, преступлений против ближних. Это все оплачивается источниками, известными нам. И распространяется. Это одна сторона. А другая сторона, она совсем другого рода. Это рост правового сознания общества. Если раньше ребенок приходил домой в рваной одежде, с подбитым глазом, с потерянными, отнятыми какими-то деньгами, которые у него забрали, или что-то такое. Ну, поплачет, поплачет, вот там поголовки погладят, скажут, ну ладно, что делать. Сегодня родители совершенно законно и правильно пойдут в полицию, будут добиваться преследования и наказания виновных, в том числе и уголовного наказания. Уголовная ответственность наступает за целый ряд преступлений с 14 лет или с 16. А уже ответственность гражданская за нанесение того или иного рода ущерба может быть предъявлена родителям в любом возрасте. И то, что наши родители, ну или общество наша начинает действовать в таком направлении, это можно приветствовать, и этому надо аплодировать. Потому что это свидетельствует о росте гражданского уровня, уровня гражданской сознательности населения. И эта сторона, когда выходит на школьную жизнь, да, приводит к тому, что, в самом деле, если, скажем, двое детей, каких-то малолетних там подрались в школе и кому-то там что-нибудь нанесли какой-нибудь ущерб, глядишь, школа может получить иск судебный о том, что они не обеспечились, должны безопасности детей. И будут родители совершенно правы, если они наимут адвоката, и будут судить школу за такие вот дела. Не знаю, это уже вопрос юридический, я не юрист, кто там будет нести ответственность за что. И в том числе, повторяю, уголовная ответственность, если уже речь о подростках старшего роста, тоже очень уместно, если будут эти вот хулиганы, которые там дети-дети там травлю подвергают или ещё чему-то, если они предстанут перед уголовной судьёй, перед ювенальной юстицией, то есть самую ювенальную юстицию, которую у нас, опять-таки, некоторые в кавычках активисты все недовольны ювенальной юстицией, и нет. Нам надо развивать ювенальную юстицию, юстицию, то есть правосудие, обращённое на несовершеннолетние, чтобы несовершеннолетние лица несли уголовную ответственность за свои поступки. Противоправные, которые квалифицируются уголовным кодексом. Нанесение побоев, нанесение телесных повреждений. Они должны отвечать перед законом, получать соответствующие уголовные приговоры. Но для этого сначала нужно поменять что-то в сознании людей. В сознании? Скорее наоборот. Для этого надо сначала подвергать этих людей, виновных подвергать соответствующему уголовному преследованию, тогда у них быстренько поменяет сознание. Быстренько. Мы прекрасно это понимаем. Мгновенно поменять сознание, когда выяснится, что какой-нибудь из одноклассников находится сейчас в местах заключения, в местах заключения свободы. Остальных сразу там в одном месте начнётся. Мандраж? Обязательно. Вот так вот. И это прекрасно. Это хорошее качество нашего общественного сознания. Да, ну а дальше что сказать? Вот вы говорите, поменять сознание. Ну, родители должны тоже быть в каком-то смысле в курсе. Потому что мы говорим о жертвах, а теперь можем говорить о, так сказать, нарушителях, о виновных. И если раньше папе звонили на работу и говорят, знаете, ваш сын там избил одноклассника. Папа говорит, ну ладно, избил, так, наверное, и надо. Всё, разговор закончен. Сегодня этот папа может быть привлечён к ответственности гражданской, заплатить очень кругленькую сумму за то, что его малолетний отпуск сделал, ну или там другие какие-то последствия могут быть. Но, как правило, это не работает. А? Это не работает. Не работает, потому что не применяется. Начнут применяться, будет работать. Почему не применяется? Ну, вот у меня, что сейчас не применяется. Сейчас дело в том, что родителям-то, в общем-то, особо ничего не грозит, кроме как составления протокола о ненадлежащем воспитании. А родителям грозит гражданский иск с очень серьёзными финансами последствий. Ну, дело в том, что у нас, к сожалению, сейчас система таким образом построена, что вы, наверное, имеете в виду, подразумеваете не просто штраф, да? Дорогая Алена, это не штраф, я вам говорю ещё раз, это гражданский иск. Это гражданский иск. Когда ученик А избил ученика А, и родители ученика А, и родители ученика А... Ну, морально вообще... Нет, физически, вообще полеграждали морально, какой угодно, подчиняя гражданский иск родителям ученика А, если эти оба ученики сами по себе неправомочные ещё. Знаете, у нас в Иванове, в городе Иваново, в Ленинском суде, по-моему, если я не ошибаюсь, значит, рассматривалось уголовное дело, в котором... Уголовное? Я не говорю об уголовном, я говорю о гражданском. Я просто к примеру. Так. Что уголовное дело было, убили человека. Так. Вот. И моральный ущерб был взыскан 10 тысяч рублей. Ну, я не знаю, уголовное... Так это убили. Лена, вы... Сейчас, конечно, может быть, всё поменялось. Вы пытаетесь строить кривую по одной точке. Мы не знаем обстоятельства дела, мы не знаем, какого рода был иск, мы не знаем, что требовал адвокат, мы не знаем, какой был приговор. Это не разносерёжный разговор. Ну, в том-то и получается, что очень много составляющих, которых мы не знаем. Так вот, надо в каждом конкретном случае... В том числе и в той же ювенальной юстиции. В каждом конкретном случае истец должен добиваться решения суда в свою пользу. И когда это будет происходить, значит, поменяется сознание как нарушителей, так и жертв этой агрессии. С другой стороны дела, о которой тоже стоит упомянуть, подготовка самих детей к правильному поведению в обществе себе подобных. Найти очень аккуратный, тонкий баланс между, будем говорить, доносительством, когда дети бегают доносить друг на друга, тут же по любому поводу, и равнодушием, когда они воспринимают разного рода преступления или насилия в отношении друг к другу, как нечто в порядке вещей, само собой разумеющееся. Или просто отсидеться лишь бы у меня не допустимо. Да, совершенно верно. Ни того, ни то, ни другое недопустимо. Как это сделать? Ну, любой педагог нам ответит, что этот баланс надо найти. Баланс надо найти, и встроится этот баланс во многом, в основном, надавим между молодыми детьми, подростками, школьниками и своими родителями, своими педагогами. Если дети рассматривают родителей и педагогов как каких-то своих оппонентов, как враждебную партию, вот это «папе не говори, маме не говори, учителю не говори, это всё не значит, чужие», ну, тогда общество распадается на части, заинтегрирует. Если ребёнок придёт домой и скажет «мама с папой, хочу вам кое-что-то рассказать, пока под секретом, вот было то-то, то-то, то-то», они его выслушают и скажут «хорошо, это между нами останется, будем думать, что будем делать дальше». Уже будет совсем другое. Это в том-то и дело, что все родители разные. Кто-то будет учить своего ребёнка таким образом, а я, например, знаю конкретного родителя, у которого есть дочь, и он её учит, шучу что, сразу же бить мальчиков ниже пояса. Все родители разные. То есть, ну, вот это вообще нормально? Ну, как, вот она ударит ночь ниже пояса, тот человек лишится своих дезородных органов, пойдёт в суд, если девочке больше 14 лет, пойдёт в тюрьму, посидит лет 5. Но только легче ли будет от этого тому мальчику? Ну, не легче, бандиты, злодеи всегда были, есть и, к сожалению, останутся. Вот просто нужно действительно начинать всё с родителями. И надо паниковать, и надо знать, что мир, в котором мы живём, далёк от идеала, но и далёк от ада. И наша задача, как говорил ещё Владимир Сергеевич Соловьёв, что внесено в основу стальной концепции, не пытаться устроить рай Божий на земле, царство Божьей на земле, но добиваться того, чтобы наша жизнь превратилась в ад. Вот на этом я с вами и попрощусь. Спасибо, что смогут. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»